Приветствую коллеги, проктологи, хирурги, те кто интересуется заболеваниями прямой кишки, тонального канала, промежности, крестцово-копчиковой области. Иногда колопроктологи, которые регулярно ходят в живот и выполняют вмешательства на ободочной кишке, большие резекционные вмешательства при раке, коваректальном, при воспалительных заболеваниях кишечника и других. Так вот, порой, как-то они пренебрежительно относятся к тем колопроктологам, которые выполняют вмешательства в основном на анальном канале, периональной зоне. Называют таких специалистов анусологи, в кавычках, иногда с неприкрытым презрением. Коллеги, лечение свящей прямой кишки, геморроя, трещин и других многочисленных заболеваний, это крайне специфическое направление в общей колопроктологии. Требующее понимание тонких анатомических взаимоотношений, наружного и внутреннего сфинктера и вообще анального канала. У квалифицированного проктолога всегда есть ясное понимание, что далеко не каждого пациента с диагнозом, например, геморрой, можно оперировать. Преимущества не вовремя и не по показаниям выявленной, выполненной вот этой операции, они, как правило, нивелируются побочными последствиями таких действий, такой необдуманной хирургии. От колопроктолога, который собирается не от случая к случаю, а на постоянной основе выполнять вмешательство на анальном канале, требуется не просто наличие корочки первичной специализации по проктологии, а именно четкого понимания, что задний проход, анальный канал, это всего лишь какие-то 2-4 сантиметра. Это уникальный орган, анатомический отдел. И вот эти 2-4 сантиметра, примерно посередине, они могут делиться на совершенно два разных отдела. Ниже зубчатой линии, это анодерма или кожа, она совершенно по-иному иннервируется, имеет высокую болевую чувствительность. В этой зоне может развиться плоскоклеточный рак кожи, например, индуцированный вирусом папиллома человека и многие-многие другие новообразования. А выше зубчатой линии, на совсем небольшом расстоянии, располагаются внутренние геморроидальные узлы, которые покрыты слизистой. То есть, не кожей и имеют совсем другие источники иннервации и механизмы иннервации. Там совершенно по-другому устроен рецептурный аппарат. И это все на 2-3, повторюсь, на 2-3 сантиметрах. Такой орган, представляете? А у женщин вообще это буквально 1-2 сантиметра. Небольшое пространство. То есть, это очень тонкая структура. Несмотря на то, что выше зубчатой линии, как таковой, болевой чувствительности нет. Там находятся другие рецепторы и механизмы иннервации, которые отвечают за нормальный акт дефекации. Это крайне сложный процесс, где задействованы как рефлекторные непроизвольные, так и произвольные компоненты мышечного действия сфинктерного аппарата. Именно вот эта зона, воронка нижнеампулярного отдела прямой кишки, она очень важна для качества жизни пациента. Для того, что говоря простыми словами, ну может чуть вульгарно выражусь, может ли пациент безопасно пукнуть или во время этого действия у него, у человека нечаянно выделится стул. И так далее. То есть, надо понимать, что задний проход это не просто геморроидальные узлы, наружные, внутренние и зубчатые линии. А это еще как минимум две мышцы. Одна из них это внутренний сфинктер, который является продолжением стенки прямой кишки, мышечной оболочки. То есть, гладкая мускулатура, которая работает по своим законам. И другая, которая обхватывает ее, это есть наружный сфинктер. Продолжение элеваторов в тазу. То есть, пониманием врача всех этих механизмов ректонального рефлекса, это очень сложный навык. Но только это понимание позволит правильно лечить. Сложный навык для общего хирурга вообще определить, где находится ректосигмоидный отдел. Что вот эти тени, которые хорошо видны при операции на ободочной кишке, при той же аппендектомии в слепой кишке, мы ориентируемся на тени, когда выполняем поиск червеобразного отростка. Так вот, они в прямой кишке сходятся в единый мышечный каркас. То есть, то место, где они сливаются в единый мышечный слой. Вот это и называется ректосигмоидный отдел. Это все нужно понимать проктологу, который оперирует на прямой кишке. Именно в зоне, где лежат эти наши несчастные внутренние геморроидальные узлы, вот там, в той зоне, находятся рецепторные зоны, которые формируют воронку. И при том, что вначале происходит расслабление внутреннего сфинктера и в то же время напряжение наружного. Частички каловых масс как бы воздействуют, попадают в этот отдел и в зависимости от температуры, как температурные датчики, определяют, что это газ, жидкость или плотный участок фекалий. То есть, этот аппарат сам определяет, можно человеку сейчас пухнуть или нужно придержать его усилия воли и затормозить рефлекс. И когда врачи имеют только общихирургическое образование, знают только основы анатомии, то они не всегда различают даже какой геморрой, наружный или внутренний. Или вовсе выделяют как отдельную форму комбинированный геморрой. К сожалению, такие врачи берутся оперировать, не учитывая все эти особенности и получают потом недоторитетные результаты. Осложнения, стенозы анального канала, анальное недержание, коломазание. Все это те последствия, которые нашим пациентам приходится расхлебывать всю жизнь. Мучиться. Проктологов, которые понимают все эти сложные механизмы и выполняют прецизионные, бережные, но в то же время действенные в плане ликвидации вполне определенного патологического процесса у конкретного пациента. Таких специалистов, к сожалению, совсем немного. Это штучные специалисты. Повторюсь, к сожалению, даже после первичной специализации, те, кто получил бумагу, специализацию проктолога, эти люди, к сожалению, не всегда чувствуют тонкости анатомии взаимоотношений слоев и тканей. Соответственно, очень опасно, когда такой специалист дорывается бы у новых современных источников высоких энергий. Например, высокоинтенсивное лазерное излучение. Понятно, что лазер имеет огромный комплаенс у пациентов. Это очень притягательная идея для обывателя. Но в то же время, когда такой инструмент попадает в руки специалиста без понимания всех этих вещей, о которых я говорил, бывает, случается, в лучшем случае, просто дискредитация метода лазерной коагуляции геморроидальных узлов. А в худшем, бывают вообще плачевные результаты такой деятельности. Поэтому, друзья, проктологию нужно прочувствовать, понять не просто ради, как говорят, куска хлеба, а как очень сложную и крайне интересную дисциплину, как искусство, если хотите. Может, слишком пафосно сказано, но так оно и есть. Коллеги, это непростая задача выполнить операцию при свеще прямой кишки или выполнить вапоризацию анальной трещины так, чтобы сохранить пациенту хорошее и отличное качество жизни в будущем. Очень большой опыт и умение нужно, чтобы не выполнить операцию тогда, когда это не показано. Коллеги, часто приходят пациенты с заключениями о необходимости операции при различной аноректальной патологии, но когда такого пациента расспрашиваешь, смотришь тщательно и приходишь к выводу, что операция делать не нужно, что операция не принесет ему никаких облегчений именно этому пациенту, а наоборот, имеется более высокий риск ухудшить качество его жизни после этого вмешательства. Из 100 человек, которые придут к вам на прием, в среднем грамотным проктолог, операцию нужно делать 10-20%, не более. Все это крайне важно, поэтому не стремитесь скорее, как можно быстрее начать операции на анальном канале, не обучившись всем тонкостям и нюансам этого, повторюсь, непростого дела. Теми центры, которые пропагандируют операцию всякому входящему, как правило, это или какая-то аномальная концентрация тяжелых случаев, то есть ошибка выживших, или, что более вероятно, это просто избыточная коммерциализация и зарабатывание денег на людях, без учета реальных потребностей. Это уже, как минимум, недобросовестная или даже преступная деятельность. Когда, например, пациента склоняют к ненужной ему операции непосредственно во время портологического осмотра, как говорят, не вынимая аноскопа из анального отверстия. Когда пациенту и так дискомфортно или даже больно при осмотре, все симптомы выражены избыточно и он находится в психологической зависимости. От специалиста и навязывание этих лишних операций, и тем более коммерческих операций, которые только вредят, это и есть недостойное поведение любого доктора, мягко сказано. Умышленно или это делается без грамотности специалиста для пациента, по большому счету, от этого не легче. Поэтому занимайтесь своим образованием. Не все, что кажется, на первый взгляд, простым, таковым является. Малая проктология операций при геморрое, хронических парапрактитах, при вообще перепел парапрактитах, трещинах, периональных кондиломах, пилонидальных кистах и многих-многих других распространенных заболеваниях, это все не какие-то мелкие проблемы. Все это сложные и крайне деликатные операции, требующие много усилий и тщательности, если к делу подходишь профессионально. Друзья, благодарю вас за внимание. Всего вам самого доброго. До свидания.